МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Вот 20-й год, начинаем новый сезон. Конец февраля. Первая волна посевная. Первая волна у нас идет с 25 февраля по 5 марта. Что же мы в эту первую волну должны делать? Первую волну, самое серьезное, что мы делаем, это перцы и баклажаны. Перцы и баклажаны, которые чуть средне спелые, мы сеем сразу 25-26 февраля. А если вы чуть-чуть, ну, ранне спелые тоже, а если вы чуть-чуть припоздали и будете сеять после 1 марта, то тогда выбирайте семена, сорта, на которых будет написано, что они ранне спелые. Потому что вот этот 10-дневный, так сказать, перерыв, это как раз тот самый перерыв, который даст вам возможность не потерять эти самые 10 дней, которые вы упустили при посеве. Почему именно сейчас надо сеять эти растения? Потому что некоторые считают, кто-то, ой, уже опоздали, надо было чуть ли не в декабре сеять перцы, и с этим приходят к нам люди. Значит, рассада для того, чтобы нормально развивалось растение и нормально закладывались в нем плодоносящие органы, у него должен быть определенный период. Вот у перцев баклажан это где-то 65-70 дней. Это период нахождения этого растения в фазе рассады. После этого мы должны, рассада должна вырасти где-то 8-9 настоящих листьев, и, ну, самое большее, это бутоны, но не цветение. Нельзя, чтобы рассада у вас зацвела. Вот в таком вот возрасте рассаду высаживают уже на постоянное место, и дальше идет цикл роста. Отсюда вы и разбираетесь, когда вы должны сеять рассаду. Вы должны посчитать, допустим, что рассада должна быть, ну, 60-70 дней. Потом на всхожесть 10 дней дается. Ну, 2 дня вы даете на обработку семян, кто-то больше, кто-то меньше. Вот, еще прибавляется, если вы будете с пикировкой делать, то надо прибавить еще 7 дней. Вот отсюда мы с вами и выскакиваем, и начинаем определяться, когда вы будете высаживать в грунт. Если вы высаживаете в теплицу, значит, вы должны посеять пораньше. Если вы высаживаете в открытый грунт, в нашем регионе в открытый грунт, вы раньше конца мая рассаду не высадите. Ну, если и высадите, только под мощные укрытия, потому что возвратные заморозки у нас с вами в конце мая очень даже частые. А те же перцы и баклажаны – это растения теплолюбивые. Вот отсюда, по нашей практике, мы всегда сеем перцы после 23 февраля. Вот только тогда мы берем, смотрим, ну, положительные посадочные дни. И по луне, и по женскому. Ну, кто во что верит. Кто во что верит. Вот. Но лучше всего, конечно, это, чтобы на эти дни пала растущая луна и, конечно, благоприятные знаки. В этом году у нас с вами очень благоприятные знаки. И растущая луна попадает как раз 25 февраля, ну, где-то по 1-4 марта. В это время вы будете подбирать себе посев. Что же мы делаем с посевом? Вот нынче семена стали немножко по-новому калиброваться. Вот если мы с вами посмотрим баклажаны, как видите, баклажанчики длинные, вот смотрите, черные и полосатые. Баклажанчики грушевидные, тоже есть полосадые, есть черные, есть светло-фиолетовые. Баклажанчики шаровидные, баклажанчики белые. Вот сколько вариантов у нас с вами форм. По сортам разбирайтесь сами, кому что нравится, читать умеете. Но вот надо еще научиться читать сейчас по-новому, значит, сзади на пакетах. Раньше было легко написано, значит, партия, дата, значит, реализации, количество семян. То есть расфасовали семена и написали, что вот до, допустим, 22-го года эти семена в этих пакетах можно хранить, и они не потеряют сходность, их можно сажать. Но сейчас пошли новые правила, и вы можете запутаться в них. А новые правила сейчас гласят о том, тот же вес количества семян. Там написано год урожая, то есть в каком году эти семена получены, в 17-м, в 18-м, в 19-м. Потом написано дата фасовки, в каком году расфасовали этот пакет. Это может быть сейчас и 18-й, и 19-й год. В 20-й год еще нет фасовки, но хотя может уже появиться пакет и с 20-м годом фасовки. А вот год реализации на пакете одни фирмы указывают, а другие нет. Третьи фирмы пишут, поливая всхожесть семян, допустим, 3-4 года. И вы тогда сами думаете, ага, семена здесь у нас с вами год урожая 18-го года, поливая всхожесть сохраняется 3-4 года, значит, ага, 18 плюс 3, значит, 19. Значит, до 21-го года эти семена я могу покупать. Вот эта вот маленькая загвоздка очень многих смущает наших покупателей семян. Имейте вот это в виду. То есть, если вы будете рассчитывать, что семена годные с года производства семян, то тогда учитывайте, сколько лет эти семена сохраняют схожесть. Если, допустим, взять астры, они сохраняют схожесть практически один год. Если здесь будет написано семена 18-го года, то уже 19-й год, значит, нормально, а 20-й уже риск, что они потеряют схожесть. Если семена 19-го года, астры смело можете покупать, они взойдут. Вот морковка и, значит, морковка, сельдерей, укроп, они сохраняют схожесть 3 года. Поэтому, если будет написано семена урожая 18-го года, значит, до 21-го года эти семена можно сеять. Вот так сделали современные законы о том, чтобы мы себе побольше голову ломали. Вот. И, значит, с одной стороны так, а с другой стороны все-таки хорошо, когда написано урожай какого года семян. По крайней мере, вы будете знать, что вас не обманут. Здесь не всунут семена 14-го года в пакет 20-го года. По перцам та же самая история. Смотрите, я вам показываю. Перцы тоже имеют разные формы, разный цвет. Вот это все сладкие перцы. И это сладкий перец, и это сладкий перец. Формы видите, какие интересные, разные. И это тоже сладкий перец, это типа гагашара круглый. Это вам на выбор. Вы сами должны выбрать, что вы хотите. Более крупные, более мелкие, более ранние, высокие. В общем, выбор сейчас очень огромный. Когда вы приходите в магазин, глаза разбегаются. Либо вы сами все это читаете и выбираете. Либо, если вы доверяете продавцу, начинаете спрашивать у продавца. Но вы должны продавцу сказать, что вы хотите. Что вы хотите. Красный, горе, желтый или зеленый перец, или салатный перец, и так же, какие баклажаны. Грамотный продавец вам всегда подберет то, что вы хотите. Это выбор. Дальше с семенами что нужно делать. Я, например, так, семена готовлю всего за один день. Некоторые, есть такая тенденция, в интернете появилась, кипятком ошпарить семена. Ради бога, не делайте этого. Не кипятком. Можете взять семена, положить их на ватный тампончик. Облить очень горячей водой, градусов 60. Просто облить. Не в термосе держать там сколько-то. Просто облить горячей водой. Это, во-первых, дезинфекция, значит, инфекции, которая находится на поверхности семечек. И, значит, расщелкнет немножко кору. Особенно у перцев. У перцев кора довольно-таки жесткая. А семена и перцев, и баклажан, которые ложат в пакеты, они очень быстро сохнут. Они засушены специально, чтобы дольше сохранилась схожесть. Поэтому сухими семенами можно сеять, но имейте в виду, что сухие семена взойдут дней на 5 позже обычных. То есть, если замоченные семена у вас зайдут на 10-й день, сухие семена могут зайти на 15-й день при нормальной температуре. Вот это надо учитывать. В чем замачивать? Стимуляторов сейчас много. Самый популярный стимулятор – это эпин. Две капли на стакан воды на 12 часов. Утром замочили, вечером сеете. Вечером замочили, утром сеяли в теплом месте. Не менее популярная янтарная кислота. Тоже по инструкции разводите. Проросток. Так и называется проросток. Хороший препаратик такой. Ну, из самых новых, из самых новых, вот такой вот японский препарат на аминокислотах. Это самый последний писк для замачивания. И мы знаем еще тоже японский препарат НВ-101, натуральный виталайзер, тоже шикарный для замачивания и для обработки семян. Ну, а если вы придете в магазин, там в магазине вам могут предложить, ну, порядка, наверное, 10-15 вариантов стимуляторов для проращивания семян. Нужно ли проращивать семена для проклевывания? Можно. Чтобы росточек не перерастал. Вот. Ну, я так не делаю. Я считаю, что семя должно рожать в земле. Поэтому та стимуляция, которую вы делаете в течение 12 часов вот этими всякими стимуляторами, вполне достаточно для того, чтобы семечко уже проснулось и начало искать выход из скорлупы. И вот тогда вы просто сеете эти семечки и укрываете. Что самое важное при посеве баклажан и перцев, что люди забывают. Значит, для того, чтобы они нормально взошли, нужна температура не ниже 25 градусов круглые сутки. Вы понимаете, что делают? Вот сделали чеплашечку, вот, заполнили, накрыли, посеяли и поставили на окошко. Ой, так на окошке тепло, там солнышко уже греет. Не греет еще солнышко, далеко не греет. А на подоконнике 18 градусов, какой бы он ни был подоконник. А потом говорят, что-то уже две недели прошло, перцы не всходят. Не взойдут, а могут и вообще не взойти. Вторая, значит, ошибка, значит, рекомендации нашей при посеве. Это каждый сорт отдельно сеять в отдельную чеплашку. Понимаете, что получается? Вот возьмем мы вот эти два сорта и посеем в одну чеплашку. Вот возьмем большую чеплашку, посеяли. Тут сортик, тут сортик хорошо. А схожесть у них разная. Энергия прорастания разная. И получится, что этот уже взойдет, а этому еще дня 3-4. Надо сидеть в тепле, чтобы взойти. А раз только взошел, надо его уже в прохладу, температуру менять, свет давать. И вот получится, что из-за того, что первый взошел, вы убираете из теплого места всю чеплашку. И второй, который задержался со своей схожестью, еще больше задержится, потому что вы его перенесли уже в холодные условия. Легче все. Сейчас вы посмотрите посуды, сколько много. Вот прекрасная вот такая посудинка. Вот видите, это с-под этих, с-под тортиков. Чем хорошо? Хороша. Вот вы наложили грунт. В грунт что мы рекомендуем? Обязательно кокос. Ну вот стали писать кокосовый, раньше был субстрат, стали писать кокосовый торф. Торф неправильный. Это кокос не может быть торфом. Это оболочка кокосового ореха измельченная. Она никак торфом быть не может. Но она хорошо разрыхляет. Раньше мы применяли перлит и вермикулит. Тоже и сейчас применяем, тоже хорошо применяется. Но вот я предпочитаю, беру грунт готовый и его добавляю, одну треть добавляю кокоса. Получается вот такой хороший, ну такой хороший грунт, пышный. И в нем хорошо растет, растут растения. Вот так вот мы сделали. Можно ли добавлять гель? Можно. Вот на такую чеплашечку ложить вот этот гель, называется вот он у нас, гель для, значит, для чего этот гель? Для того, чтобы не пересыхала почва. Вот мы ее вот так вот сюда ложим, вот геля. Вот. Все это смешиваем. Внутри остается этот гель. И он, находясь в почве, если вы вдруг забыли их полить, или они у вас сильно быстро пересохли, то гель в районе корней этой рассады будет удерживать влагу, и ваши сеянцы, сеянцы не будут страдать от пересыхания. Когда вот так вот сделали землю, все положили, семечки, присыпали на один сантиметр семечки, значит, этой же землей. Сверху наложили снега, снег растает, и получится, что ваши, значит, семечки получили дополнительное питание талой снеговой водой. А талая снеговая вода у нас считается живой водой. Что потом делать? Полиэтиленовый мешок. Либо вы одеваете полиэтиленовый мешок, либо вот накрываете вот так вот. Чем это хорошо? Хорошо. У вас будет и легкое проветривание, и мини-тепличка здесь. И вот в таком виде ставите в теплое место. Вот точно так же можете ставить в такие вот чеплашки. Вот. Можно делать и вот в такие. Но вот такие, значит, более глубокие, они много занимают земли. Вопрос еще у перцев и баклажан такой, что эти растения не любят пикировки. Каждая пикировка этого растения отнимает 7 дней развития рассады. Потому что, когда вы вот так вот вырастили, вот так вот, перечные сеянцы до стадии двух настоящих листочков, после этого вы их должны пикировать уже в отдельные емкости. Отдельные емкости вы упираете вот такого плана. Лучше всего, конечно, вот такой стаканчик с выдвижным дном. Вот. Раз. Вот так положили, насыпали. И вытаскивать хорошо выдвинули. Вот. Это, конечно, стандартные стаканчики. Можно брать вот такого рода стаканчики. Тоже продаются готовенькие. Вот. Попроще брать вот такие стаканчики. Но вот такие пол-литровые стаканчики земли очень много занимают. Особенно, если у вас много рассады. Значит, 200-граммовые – это мало. А вот такие стаканчики 330 мл – самое то для рассады. Вот наши все рассадники, они как раз вот практикуют вот такого объема стаканчики под перцы-баклажаны. Почему? Нужна высота. Вот высота должна быть не меньше 8 сантиметров. Можно сеять сразу в эти стаканчики. Тогда вы не будете пикировать. Тогда ваши растения будут лучше развиваться. Перцы-баклажаны все-таки не любят повреждения главного корня. И когда вы вот так вот посеете, обычно в такой стаканчик сеют два семечка. Вот. Почему? Ну, какой-то плохой, второй будет нормальный. Но зато растение будет целиком развиваться в одном стакане до самой пересадки в грунт. И это будет очень хорошо сказываться на плодоношении. Вот я сегодня сказала вам вкратце о посадках, о посеве перцев-баклажанов. Итак, с 25 февраля по 5 марта вы спокойно можете сеять эти культуры. В это же время вы можете сеять ряд цветочных культур. Вы можете сеять лук-порей, корневой сельдерей и репчатый лук, который выращивается на рассаду. Ну, и цветы, соответственно, тоже. Успехов вам! Программу «Удачная среда» смотрите в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбуке» и «ВКонтакте». В группах «Бийск. Мой город». А также в Ютюбе на канале «Бийского телевидения». Программа «Удач